В эфире «Итоги» в студии Ян Ермешов, в начале коротко о главных темах выпуска. Люди остаются в своих домах. Министерство обороны отказалось от исков к жителям совхоза «Сибиряк». Как развивались события? Красноярцы просят вернуть уличный рынок на Матросово. Сейчас люди торгуют там прямо с ведер. Что в Красноярске собираются делать со стихийными базарами? До выборов меньше месяца уже началась вегетация в СМИ. Как идет политическая борьба, что увидят в ближайшее время избиратели, и почему в этом году на голосование отвели три дня? В Красноярске начались съемки очередного художественного фильма. В главных ролях красноярские подростки и столичные артисты. О чем фильм и почему именно центр Сибири стал местом для съемок? Решено в пользу жителей. Министерство обороны отказалось от земли в совхозе «Сибиряк». Напомню, 20 семей, чьи дома оказались на ведомственной территории, суд обязал снести все постройки, что есть на участках. О проблеме жителей во время визита в Красноярск узнал Сергей Шойгу. И вот спустя две недели вопрос решен окончательно и бесповоротно. Люди уже точно останутся в своих домах. Подробности в нашем сюжете. Это у нас жилой дом, баня, кочегарка, гараж, хозяйство наше. Это все придется нам снести. Последние несколько месяцев для 20 семей совхоза «Сибиряк» жизнь превратилась в кошмар. 8 лет назад семья Елены Кузьменко продала квартиру в городе и переселилась в Емельяновский район. Накопили денег, построили добротный дом, обзавелись хозяйством. Казалось бы, и документы в порядке. А спустя годы выяснилось, ничего не подозревавшие люди построили свое жилье на землях Минобороны. Оказывается, еще в далеких 80-х часть поселка была передана военному ведомству. И в результате долгие разбирательства, нервы и решение суда – передать участки владельцу и снести все, что на них стоит. Мы здесь прописаны. Ребенок наш ходит в школу. Мы платим налоги. То есть мы должны пойти на улицу с нашими детьми. То есть ситуация такая, что просто мы не знаем, как быть в этой ситуации, как из нее выйти. То есть мы, получается, вообще бесправные люди. К слову, в свое время разрешение на строительство людям выдавала администрация Емельяновского района. На руках у жителей были все необходимые документы. Сделки были оформлены согласно требованиям. Но почему-то суд это не принял во внимание. Анастасия Софиулина – сирота, и домик для себя она строила в прямом смысле слова – своими руками. Как можно выкинуть человека на улицу? То есть я строила сама собственными руками этот дом. Я сейчас должна же своими руками его разобрать. То есть я делала все по закону. Это мое одно единственное жилье, да, это постоянно мое место жительства, моя прописка. История могла бы закончиться плохо, если бы во время визита в Красноярск о ней не узнал Сергей Шойгу. Министр обороны поручил сотрудникам своего ведомства разобраться во всех деталях, решить вопрос о дальнейшем использовании земли. У людей, наконец, появилась надежда. Люди, наверное, не виноваты. Я не знаю, с этим надо разобраться и посмотреть. Я думаю, что мы посмотрим и с этой проблемой разберемся. Это нельзя допустить, чтобы, если у нас там нет каких-то объектов, которые действительно опасны для тех же самых людей или которые необходимы для обороны страны, я думаю, что мы найдем там решение. Для решения этого вопроса была создана специальная рабочая группа. В нее вошли представители военного ведомства и краевого правительства. Во время пребывания здесь Сергея Кожугетовича в Шойгу, когда ему был доложен этот вопрос, он четко и однозначно сказал о том, что решение должно быть принято прежде всего в интересах людей. Более того, он вот в течение двух недель после того, когда этот визит состоялся, звонил мне сам с тем, чтобы выяснить, как идет этот процесс. Переговоры определенные по этому поводу были у меня с его заместителями, поэтому никаких сомнений нет, что именно так и будет. И вот на этой неделе наконец-то пришла хорошая новость. Я специально прибыл, министр обороны поручил об этом вам сказать, о том, что министерство обороны полностью отказывается от земель. Минобороны отзывает свои иски и передает землю региону. Проблем больше не будет, ведь по закону отозванные претензии нельзя предъявить повторно. Наш министр обороны решил занять позицию граждан. Министерство обороны отказывается от этого земельного участка. Министр обороны это решение принял, утвердил. Я бы хотела сказать спасибо министру обороны. Соответственно, это был наш подарок судьбы, что он приехал, что мы донесли до него эту информацию. Опять-таки, донесли мы ее посредством вашего телеканала. То есть, именно вы взяли на себя ответственность и не постеснялись, не побоялись задать данный вопрос министру обороны. И, соответственно, таким образом он об этом узнал и решил вопрос сразу кардинально и по-мужски. Впереди еще много юридических тонкостей. Процесс небыстрый. Земля перейдет сначала к краю, затем к району и уже потом к жителям. Жители, у которых возникли проблемы в этой связи, могут быть абсолютно спокойны. Я уверен, что исполнительное производство по вынесенным решениям будет остановлено. А затем уже мы своими краевыми и муниципальными силами в течение нескольких месяцев, а это процедура, доведем дело до конца. У меня никаких сомнений в этом нет. Важно, что все расходы на судебные издержки Минобороны берет на себя. На передачу земли в собственность края уйдет примерно два месяца. Но главное, люди, наконец, могут жить спокойно. Чем ближе осень, тем больше становится уличных торговцев. Однако мест для огородников в Красноярске катастрофически не хватает. Люди вынуждены продавать овощи, зелень и ягоды, где придется и не всегда законно. Что делать садоводам и появятся ли в Красноярске цивилизованные прилавки для всех желающих? В теме разбиралась Татьяна Потанина. Потому что нас гоняют, гоняют и гоняют. Мы мешаемся людям. А куда нам деться? Людмила Григорьевна, как и многие ее соседки по импровизированному прилавку на высотной, торгуют овощами и ягодой не первый год. Спрос хороший, место людное. Иногда и домашние номера телефонов, кто просит что-то привезти. Правда, пока кабачки, зелень и малину продаж, спину не разогнуть, жалуются огородники. По полдня сидеть приходится кое-как на ящиках и табуретках. Нам стыдно за эти условия, в которых нам приходится торговать. На улице Матросова ситуация похожая. В прошлом году рынок здесь несли. На его месте появится сквер. Дело хорошее, но теперь огородники вынуждены торговать на клочке асфальта прямо рядом со стройкой. Ну, никаких условий. Везде в цивилизованных странах все такие-то, это самое, есть прилавочки. Мы пытаемся здесь продавать, но это очень неудобно. Сюда едут только потому, что здесь наши постоянные многолетние покупатели. И если вот этот последний пятачок исчезнет, то на самом деле нам ехать некуда. Чем ближе к осени, тем больше становится таких стихийных базаров. Привычный ассортимент добавились ягоды, шишки и грибы. За устройство бесплатных мест для уличной торговли отвечают муниципальные власти. Но пока дело движется не так быстро, как хотелось бы. При этом и в правительстве края, и на городском уровне не раз поднимали эту проблему. Обсуждали и дизайнерские решения. Вот один из вариантов, как могут выглядеть современные социальные прилавки. Причем сам по себе рынок, он не подразумевает только место торговли, непосредственно торговли. Это ведь и фудкорт, где можно прийти перекусить, скушать какую-то там домашнюю, домашний пирожок, котлетку, выпить стакан чая из наших сибирских трав, предположим, заваренного. То есть мы-то смотрим шире на все это дело. Вот у нас есть в городе Красноярске уже традиционно места, исторически сложившиеся, куда люди многие-многие годы приходили и приходят для того, чтобы кто-то продать свою продукцию, а кто-то купить. Ну, эти места хорошо известны. Там вот рынок на Матросово был, на 9 мая там в районе МФЦ рынок был. Вот важно эти места сохранить. Разгонять, запрещать нельзя и не надо. Губернатор края на днях сам посетил один из стихийных уличных базаров, выслушал жителей и поручил как можно быстрее обустроить места для торговли. Сделаем нормальные условия для бабушек, которые там торгуют, для огородников. Это можно сделать. И коль скоро они там есть, но почему люди должны сидеть на каких-то там ящиках и на ведрах? Неужели нельзя организовать для этого достойные условия? Месяц назад я об этом говорил, кстати говоря, применительно к городу. И, думаю, мы эту тему доведем до конца. К концу недели первые прилавки установили на улице Высотной. Вскоре появятся торговые ряды на 60 лет октября. Определяют место для огородников и в районе улицы Матросово. На сегодняшний день в городе Красноярске определено 183 адресных ориентира для организации мест расширенных продаж. В настоящее время для садоводов, огородников и мастеров-ремесленников в каждом районе города есть места для продажи продукции собственного производства. По Матросово ведется работа и будут организованы места продаж на месте снесенного стихийного рынка. А в последних числах августа в Красноярске пройдет еще и большая продовольственная ярмарка. Кроме фермеров, в ней также смогут принять участие и садоводы-любители. А далее выпуски. До выборов меньше месяца. Как идет политическая борьба и почему в этот раз на голосование отвели целых три дня. Об этом подробнее после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. Во вторник Красноярск простился с Петром Пимашковым. Сотни горожан, знакомых с ним лично и незнакомых, пришли на траурную церемонию в здание краевой филармонии. Многие не сдерживали слез. Среди пришедших проститься с Петром Ибановичем близкие коллеги, просто красноярцы, для которых он навсегда останется самым народным мэром. Для него не было чужих проблем, говорят люди. За 15 лет работы градоначальником для многих он стал добрым помощником. Пимашкова помнят как человека, который умел довести дело до конца. Не пасовал перед трудностями и всегда оставался собой. У меня было лет 10, наверное. Ну, мы бегали маленькие, потом мама говорит, о, смотри, Пимашков идет. Я подбежала к нему, поздоровалась. Потом встреча с хоккейным клубом Министей, он приходил. Это был последний раз, когда я его видела вживую. Даже открытка до сих пор дома лежит с автографом, с подписью. Так случилось, что я в 99-м году должен был ехать на операцию в Москву, на шунтирование. Он мне помощь оказал. Кто бы там позаботился. Петр Иванович, кстати, умел прощать ошибки. Дай Бог ему и светлая память. Доброта. Отходчивый был, кричит, поругается, но потом как-то все равно. И мы его как-то так, как-то любили даже и не обижались. Я его, пожалуй, уважала за человечность. Вот при том, что он такого княжеского виду, вместе с тем он человек был необыкновенно добрый. Но я думаю, что самая главная его черта, он был очень обязательный. Душа просто болит, скорбит. Я думаю, Красноярск потерял истинного патриота Красноярска. Прекрасный человек. Семьянин. И я не могла обидеть. У него столько было идей. Он, понимаете, был как ребенок. Ему что-то понравится. И он просто вот загорался, что вот это надо сделать в Красноярске, в районе. Каким стал Красноярск при Пимашкове и как этому человеку удалось сделать город известным на всю страну, вспоминали те, кто хорошо его знал и работал с ним долгие годы. Петр Иванович Пимашков имел очень крепкие крестьянские корни. И от природы был наделен многими талантами. Житейской мудростью, проницательным умом. Он сумел сплотить вокруг себя классных управленцев. И многое делал для того, чтобы крепить их сплоченность. Вы знаете, я сейчас, только уходя на прощание, получила от него из Москвы поздравительную открытку с днем рождения. Прямо минута в минуту. Вот сейчас символично я проезжаю, еду сюда на День памяти. И, соответственно, и ругуляют молодые ребята в желтых костюмах отряда Пимашкова. Понимаете, это же говорит о том, что его дела продолжаются. Говорят, вот крутой там или сильный хозяйственник, он же был еще ученым. И то, что там фонтаны там он сделал, ну, он и должен был как мэр города делать. Это его работа. Но что он делал для людей, вот это, наверное, более важно. Он лично занимался спортом сам в студенческие годы. И, видимо, вот это вот занятие боксом, борьбой пришло ему в качестве таким, то, что я говорил, умение держать удар, дать сдачи, быть уверенным в себе и, как говорится, никогда не сдаваться. Он очень много рассказывал за внуков своих. И вообще для него семья – это его была опора и основа. И я видела, вот какая теплота от детей тоже идет. Потому что политика политикой, там мэр, дума – это все закончится. А семья – это основа. Петр Иванович Пимашков был похоронен рядом с супругой на Аллее Славы, кладбище Бодолык. Теперь к другим темам. В Красноярске снова подорожал бензин, причем всех марок. Теперь на некоторых АЗС АИ-98 стоит 60 рублей. На 70 копеек подскочила цена 95-го, на 60-92-го. За последнее время это уже четвертое повышение. Эксперты называют там какой-то конфликт с экспортными ценами на топливо и на нефть. Что пошлины связаны с долларами и ценами, а нефть растет. Я склонен. Вот это подражание связывает с тем, что начинается уборочная. И у нас традиционно осенью встают на ремонт некоторые НПЗ. Поэтому поднимаются цены из этих двух факторов. Выросла цена и на газ. Теперь литр пропан-бутановой смеси стоит 33 рубля. Хотя еще в середине июля его цена была на 2,5 рубля меньше. По словам специалистов, после пожара на заводе под Новом Уренгоем возник дефицит. Не исключено, что рост стоимости газа продолжится. Основная причина подражания – это дефицит, который образовался в результате того, что произошел взрыв на заводе в Новом Уренгое. А он поставляет газовый конденсат для газоперерабатывающих заводов. И, соответственно, при повышении дефицита такого биржевые цены возросли. Но и существующие заводы, поставщики, они значительно подняли цену. Меньше месяца осталось до выборов. Накануне начался последний этап предвыборной гонки – агитация в средствах массовой информации. В этот раз в Красноярском крае очень напряженная кампания. В сентябре нам с вами предстоит выбрать сразу депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Сейчас в списке претендентов все известны. В Государственную Думу от Красноярского края свои кандидатуры выдвинули 14 партий и 31 человек по одномандатному кругу. В Законодательное собрание заявки подали 9 политических объединений и 197 одномандатников. Всего на 52 места в краевом парламенте претендует 1031 человек. В общем, борьба напряженная. Да и сами выборы в этот раз будут в новом формате. На голосование отводится три дня. В чем особенности последнего этапа, насколько действительно острая получается политическая борьба и как будут проходить выборы в этом году. Об этом мы будем беседовать с гостем программы «Итоги». У нас в студии председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. Сколько партий, сколько кандидатов. Это больше, чем 5 лет назад? Ну, это практически столько же, сколько и 5 лет назад. У нас было 10 партий. Сейчас на выборах в Законодательное собрание 9 партий. Если говорить о кандидатах, то я бы сказал, что у нас даже их чуть больше. 960, если мне память не изменяет, было 5 лет назад. А сейчас, как вы уже сказали, 1031. Это на 70 кандидатов больше. Избирателям будет из кого выбирать. Агитация в СМИ – это такой завершающий этап. А что можно в этот момент партиям, чего нельзя? И самим кандидатам? Есть масса нюансов. Юридические службы кандидатов и политических партий, они их знают. Просто если мы сейчас о них будем говорить, то это все… Ну, например, в частности, допустим, использование авторского права. Его использовать нельзя. Нельзя допускать экстремистские лозунги в агитационной кампании, в агитационных материалах. Ну, и так далее. Я почему это спрашиваю? Потому что, возможно, те же самые черные технологии, о которых мы очень часто говорим в связи с выборами. Вот сейчас, как вы отмечаете, чистая кампания идет или нет? Ну, вы знаете, я как бы не наблюдаю какой-то грязи откровенной. У нас есть какие-то такие, несколько буквально на пальцах руки посчитать случаев, но просто они такие достаточно громкие. Скажем, вот это вот такой инцидент, когда один из кандидатов, так сказать, несколько раз ударил или якобы ударил, это уже определяют органы. Случай был, он некрасивый. В части нарушения в агитационной кампании, ну, тоже это такие незначительные вещи, когда кандидаты, когда они еще не были кандидатами, не имели статус кандидатов, размещали на баннерах свои изображения с какими-то призывами, но тогда еще не велась избирательная кампания. А в момент, когда избирательная кампания началась, и они стали кандидатами, не все из них сняли, демонтировали эти поверхности. У нас практически очень большая часть кандидатов, которые принесли документы и сдали их, были зарегистрированы. И лишь немногим отказали, часть из них тоже на пальцах руки можно посчитать, кто обратились в суд. И уже я знаю, что по двум, даже, наверное, по трём кандидатам суд вынес решение. В части того, что избирательная комиссия абсолютно оправдана, отказала этим кандидатам, обоснована, можно сказать, что кампания идет достаточно спокойно. Вы знаете, в этом году на выборы отводится три дня. Как в этом случае будет проводиться голосование? То, что ЦИК принял решение о трехдневном голосовании, оно абсолютно основано на законе. И в данном случае ЦИК исходил из эпидемиологической ситуации, которая в стране существует, с учетом всё-таки ковид от нас не ушёл. Поэтому для того, чтобы как-то защитить нашего избирателя, ну и кроме этого избирателю, конечно, безусловно, удобно, когда он может выбирать абсолютно равные по возможности в этом смысле дни, что в пятницу, что в субботу, что в воскресенье. То есть в любой из дней можно будет прийти и проголосовать, как раньше голосовали за один день. То есть это будет такая же схема? С 8 утра и до 20.00 будут открыты все избирательные участки, можно будет прийти и проголосовать. Вы знаете, насколько всё-таки это, скажем так, может повлиять на те же самые, например, нарушения? Вы имеете в виду, что больше времени для нарушений? Я думаю, может быть для кандидатов и политических партий. С точки зрения того, что как будет готовая избирательная система, то ЦИК очень много сделал в этой части. У нас, во-первых, во все дни будут, безусловно, присутствовать наблюдатели на каждом избирательном участке, от каждого избирательного объединения, от каждого кандидата. Избирательные бюллетени по первому и второму дню голосования будут находиться под круглосуточным наблюдением. Вот это как раз, да, действительно. Фиксации, да. Кроме этого, они будут находиться в специальных сейф-пакетах. После 20 часов в присутствии наблюдателей, в присутствии средств массовой информации, под видеокамеры, они запечатываются. Этот пакет невозможно вскрыть так, чтобы не оставить следов. Поэтому вот с этой точки зрения чистота, она как бы абсолютно гарантирована. Конечно, подсчет голосов будет осуществляться единожды, 19 числа, после 20.00, когда закроются все избирательные участки, и именно тогда начнется подсчет голосов в присутствии, естественно, всех наблюдателей. А на явку избирателей как это скажется? Все-таки три дня должны какую-то свою роль сыграть, и я надеюсь, что избиратель придет. Тем более есть из кого выбирать, от крайне левых до крайне правых присутствуют. Поэтому думаю, что явка будет хорошей. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Надеюсь, что пандемия больше не внесет никаких корректив в процесс голосования. И надеюсь, что мы здесь накануне уже трех дней самих выборов встретимся и еще раз разъясним какие-то нюансы, как будут работать участки. Спасибо. Спасибо вам. У нас в гостях был председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин. А мы продолжаем. И далее в выпуске. Красноярцы снимают художественный фильм. В главных ролях красноярские подростки и столичные актеры. Подробности после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. Большое кино вновь снимают в Красноярске. Художественный фильм с рабочим названием «На грани» рассказывает об одном из самых опасных увлечений подростков в экстремальных прямых эфирах в сети. Главные роли играют красноярские школьники и столичные звезды. Почему для юных актеров пришлось оформлять страховки и какие места в крае стали декорациями для картины. Татьяна Потанина пообщалась со съемочной группой. Что с ним? Что с ним? Иди вон, вон. Соня, иди сюда. Твоя сцена же. Заброшенное здание бывшего военного госпиталя – главная съемочная площадка. Идеальное место для жутких киношных сцен нашли в поселке Кедровый. По сценарию именно здесь подростки организуют опасные трэш-стримы. Каждый из участников этого прямого эфира находится на грани. Это и есть название фильма. На грани жизни и смерти, на грани разума и безумия. Это опасные сцены. То есть там и это трюковые сцены были. У нас и каскадеры были в кадре, и наши актеры тоже были каскадерами. Им приходилось выполнять очень серьезные и опасные трюки. То есть ребята были готовы к этому. То есть это репетиция, это подготовка. Потому что в кадре там такой трэш, такой хоррор. Поэтому все застрахованы. Главные роли в картине у красноярских школьников. Режиссер не любит, когда их называют непрофессиональными актерами. Для Вовы это уже третий кинопроект. Например, в фильме «Звездочка» играл он кобольного мальчика. Для съемок пришлось даже побриться на лысо. На этот раз жертвовать ничем не пришлось. Хотя образ очень сложный. Парень – один из организаторов опасного стрима. Мы придумывали, каждый, кто снимался, автобиографию свою. И по автобиографии было как-то более легче узнать свою роль и играть по этой роли. Юля тоже не новичок. В «Звездочке» был лишь эпизод. Но какой? Ее героиня погибала. В фильме «На грани» она готова пойти на риск ради денег. Я не увлекалась стримами до съемок, но приходилось смотреть, узнавать, что они, как это все проходит. Помогала даже сама атмосфера на съемочной площадке. А вот для Дениса это дебют в кино. В отличие от своего персонажа, у него уже есть четкая позиция по поводу опасного увлечения сверстников. Почему тебе предложили? Почему ты боишься в таких стримах участвовать? Или ты виноваты не согласились? Тут уже стоит вопрос морали и чести, скажем так. Потому что у всех есть свои принципы, и не все могут через них перешибнуть. А тебе слабо? Да. Пожарные, врачи скорой помощи, реальные сотрудники экстренных служб. И тех, кто играет самих себя, в картине много. Например, те же фаерщики. Вы можете за ней идти. За ней. Огонь идет за ней, да. Многие взрослые роли тоже играют красноярцы. Например, Наталья за кадром учительница. Но есть в картине и столичные звезды. Роль Натальи Бондарчук драматическая. Актриса, режиссер, мама двоих детей, бабушка шестерых внуков проживала историю своей героини как реальную. Ну, кого мы больше всего любим? Внуков наших, да? Я была в ужасе, когда я нажала кнопочки и посмотрела, что такое вот эти стримы. Ну, это страшно, это чудовищно. Ну, это происходит. Людей унижает на наших глазах, дают пощечины. Те с удовольствием их принимают за деньги. Автор сценария – тоже известный актер и сценарист. Алексей Подосенов настолько проникся идеей, что текст был готов молниеносно. Мне звонит Василий в конце мая. Говорит, Алексей, я в июле захожу на съемочную площадку. Я говорю, Вася, поздравляю, молодец. Он говорит, рано. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, сценарий надо писать. Я прилетаю в первых числах июня. За две недели мы пишем сценарий. Я никогда не писал сценарий за две недели. Это у меня первый опыт такого написания. Голова чуть не лопнула. Но идея была настолько мощная и настолько какая-то, знаете, вот, ну, просто глобальная. В фильме Алексей – грустный клоун. Кстати, ему даже не пришлось вживаться в роль. Актер сам в студенчестве подрабатывал в этом амплуа. Да, вот, сценаристы вспоминают свою первую профессию клоуна. Киношники говорят, фильм рождается три раза, когда пишется сценарий, когда снимается и когда монтируется. На грани, как и все картины режиссера Василия Кузовлева, социальная. Это попытка разобраться в психологии подростков и дать пищу для размышлений родителям. Мы, как пчелы, пытаемся добыть денег. Деньги сейчас стали фетишем самым великим. Ради денег люди идут на все. Это первое. Второе. Нам, поскольку не хватает времени, лучше бросить ребенку телефон с малолетства. Вы вспомните, когда вот эти пошли смартфоны. Что было? Дети в колясочках уже. Поэтому, а что спрашивают-то? Почему дети такие? Проект поддерживают меценаты, актеры работают без гонораров, за идею. Возможно, такая искренняя отдача команды и есть главный секрет успеха красноярских кинематографистов. И в завершении поздравляю всех с праздником. Сегодня в нашей стране отмечают День государственного флага. Ровно 30 лет назад, 22 августа 1991 года, над Белым домом в Москве впервые был официально поднят триколор – трехцветный российский стяг. А в 1994-м был установлен официальный праздник – День государственного флага России. На этом у меня все. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok